Общественное питание. Да-да, тот самый советский общепит. Сколько иронии, одновременно любви мы вкладываем в это слово. Ну, помните, щи суточные, борщ, котлеты, пожарские с пюре, ну и обязательно компот из сухофруктов. Почему при всех очевидных недостатках той еды вкус её мы не можем забыть? Что ели и что пили советские люди? Чем закусывали? Правда ли, что повара и официанты при этом нещадно разбавляли алкоголь и воровали? Итак, история советской кухни глазами очевидцев. Кружка вот такая, она наливает вот столько пива. Тёплого, да, она берёт чайник с водой тёплой и доливает. От одного вида этой еды язва может разыграться. Даже если в советское время в котлетах хлеба было больше, чем мяса, но это не было опасно для здоровья. Котлеты обидели. Все знали, что добавляют и подмешивают. И скажи там нашим на кухне, пусть поджарят на хорошем масле. А обычно на чём живёт? Как обычно? Ну зачем обзнать то, чего не нужно знать? Мало кто знает, что свой трудовой путь популярный актёр Борис Щербаков начинал в самом начале 70-х в шашлычной на Неглинной. Студент школы-студии МХАТ устроился на подработку в ночное время, причём сразу на две должности – вышибала и сторожа. Свою первую рабочую смену запомнил на всю жизнь. И официантки начали со мной знакомиться. Как тебя зовут? Я говорю, Боря. Ага, ну очень хорошо, да. Ты новенький, да? Я говорю, да. И заканчивается смена, они начинают собираться, уходить, всё. И каждая кладёт мне, вот я сижу в стол, да, мой, и одна кладёт 20 копеек, вторая уходя 20 копеек, третья, а их 12. Я думаю, ну я богач. Но это были ещё далеко не все преимущества работы в таком шикарном месте. Главным бонусом шашлычной была, конечно, еда. Сразу после закрытия повара снабжали Щербакова провизией на целую роту голодных студентов. И они мне собирают вот такой вот мешок шашлыков, кусков. Ну когда им официантки приносят, какой-то надкусанный, где-то нет, а где-то целый абсолютно. Ну кто-то не доел. И приносят целый бумажный вот такой пакет мне этих кусков. Я говорю, что в общежитии завтра студенты голодные, накормишь, сам поешь и накормишь. Обычно нам официантам что достается? Гарнир? Сплошной гарнир? Извините, это то, что клиент не даёт. История советских ресторанов плавно продолжает историю дореволюционную. В 20-е годы были открыты многие из популярных некогда заведений. Ну, например, в 24-м году ресторан на Арбате Прага, популярнейший ресторан, был преобразован в столовую Моссельпрома. Именно сюда приводят свою возлюбленную Киса Воробьянинов из романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Телячьи котлеты «2,25», филе «2,25», водка «Однако». Ресторанные на Ценгас. Во времена НЭПа рестораны стали прибежищем криминального элемента. Приличный человек сюда нос не совал, да и денег не было. Всё изменилось в 60-е. Теперь политика государства была другой. Каждый советский человек имеет право культурно отобедать в любом месте. Хоть в центре города, хоть на вокзале. Очень приятно. Виолетта, мне тоже очень приятно. Что будете заказывать? Актриса Ольга Волкова впервые попала в ресторан исключительно по работе. Ей нужно было подсмотреть образ своей героини. Официантки по имени Виолетта. Для фильма Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих». И я пошла в Витебский вокзал. Я села далеко, как раз была смена, и стала ждать. И вот появилась она. Моя будущая Виолетта. Она несла не поднос с блюдом, а себя на подносе. Я говорю, кто это? А я сидела рядом с остальными официантами. Ой, это наша артистка. Я говорю, что она актриса? Нет, она поступала в театральный институт. Хоп. У меня фотопамять, зрительная память. Я ее сфоткала. В советские времена официант трудная, но в целом престижная профессия. Работа как работа не хуже других. Хуже! Хуже нашей работы нет! За нас замуж не идут. Выпускник МГИМО Юрий Кабаладзе признается, что одно время мечтал работать в ресторане. Даже попросил знакомого официанта составить, так сказать, протекцию. Он говорит, а ты, говорит, что умеешь? Ну, я говорю, я все-таки знаю языки, так. Работаю в Лондоне, знаю манеры, так. Я был неплохим официантом. Он мне говорит, ты знаешь, у нас один такой, вроде тебя пижон работал. Он говорит, клиентам приносил сдачу на тарелочке, еще прикрытую салфеткой. Так его местные официанты избили. Ты зачем нам клиентов развращаешь? Совершенно другой менталитет. Официант должен был тебя обязательно обмануть. Так, на рубль или на два уже зависело от симпатии или антипатии к тебе. Э-э-э-э! Вот! Поденье! Такой обед! Не мы вам, а вы нам обед нападите! Есть такой советский анекдот. Клиент просит у официанта счет. Проверяет, вроде все цены совпадают, а в одной графе он читает, пыр, не пыр, три рубля. Что это такое? Спрашивает он у официанта. Официант говорит, пыр, не пыр, пройдет, не пройдет, не прошло. Вычеркиваем. В Советском Союзе появляются рестораны тематические. В них широко представлена кухня разных народов мира. В московском Узбекистане кормят пловом. Подают манты и шашлык. Вильнюс – это, конечно, Прибалтика. В меню – зразы, цепелины и литовский борщ. В Праге, а в 54-м году ресторан вновь заработал под старым названием традиционный акцент на чешскую кухню. Входить тогда в ресторан можно было по каким-то праздникам. Это дни рождения, это может быть какой-то юбилей. Или просто с друзьями. А давай там пойдем в ресторан. Плюс ко всему еще нужно было частенько иметь блат в ресторане, чтобы место себе заказать. Знаете, что в ресторан можно было прийти не только тогда, когда у тебя есть деньги на руках, а когда ты можешь столик заказать. Но даже в местах, куда теоретически пускают без талонов и телефонных звонков, просто так не отобедать. Причина банальна – очереди. Они есть всегда. Но знающие люди быстро нашли тайные ходы. Я встретил своего аркутинского знакомого, мне было лет 18, проездом был в Москве, и мы встретились случайно. И он говорит, идем в ЦДЛ, я думаю, он простой, он шахтер. И мы пошли, там очередь стоит на тротуаре такая, он подошел, там швейцар стоит. Он так берет, достает металлический рубль, это был 64-й год, наверное. И так постучал рублем по стеклу. И швейцар так распахнул дверь, и он говорит, знатные гости. Спокойно, товарищи, предварительный заказ! Предварительный заказ! Ресторан в Доме кино – самый престижный в столице. Но сюда не попадешь даже за взятку швейцару. Постоянные посетители – только члены Союза кинематографистов. Здесь отмечают громкие премьеры и устраивают банкеты для избранной публики. Ну, а блюдо в самом скором времени получает название своих горячих поклонников. Ну, например, свекольник очень любил Вячеслав Тихонов. И свекольник так и будут потом называть. Свекольник по-тихоновски. Но настоящей легендой этого ресторана будут пельмени и мясо по особому рецепту режиссера Сергея Герасимова. Там все дело было, знаете, в чем? В том, как его замариновать. А он знал, что надо немножко капнуть сои, лимон, и оно становилось каким-то волшебным. Хотя, скажем правду, ведь тогда самые лучшие куски уходили наверх. То есть как бы по партийным заказам, в горкомы, райкомы. Ну, для интеллигенции уже не очень. Но в Москве все-таки? Нет, все-таки в Дом кино, в Дом актеры все-таки хорошие продукты. Минусом ресторана Дома кино было отсутствие музыки. Зато жирным плюсом бильярдный. Где гоняли шары Борис Хмельницкий и Станислав Говорухин. Выпившие кинодеятели, кстати, вели себя не лучше простых работяг. Сценарист Бородянский однажды здесь подрался. Причем с будущим народным артистом Михаилом Казаковым. Умер Шукшин. Мы сидели в доме кино в ресторане с Данелией. И поминали вдвоем. И тут Миша подсел. И он вдруг говорит, тоже сидят все такие, устроили. Можно подумать с кислыми рожами, что вроде умер Достоевский или Толстой, можно подумать. А я выпивший был, естественно. Я очень шукшина любил и боготворил. И до сих пор люблю и боготворю. И мы вскочили и стали драться. Нас разняли и растащили. Понятно, что в ресторане Дома кино гуляла только творческая советская элита. Ну а остальным-то куда деваться, если завелись лишние рубли? Вы знаете, что если у тебя появлялись три рубля, ты уже имел право и возможность один вечер, во-первых, поесть, даже чуть выпить и, главное, потанцевать. Ах, Хадиса, жемчуженого моря или воздушная кукуруза. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Эстеля и привет! Мы хиляем по пруду! Накормить народ занятой работой, учебой или службой в армии было первостепенной задачей советского руководства. После окончания гражданской войны и начала мирного строительства вопрос стоял ребром. Где, как и чем? И ответ был найден. Фабрики кухни. Они появились во многих крупных городах и задачу они решали глобальными. Освободить женщин от рабского кухонного труда. И первое время они с ней справлялись весьма успешно. Они делали массовое производство еды. Первое, второе, там, кисель, компот. Все, пожалуйста, ты... Вот я помню, как ходили, первое суп наливают, второе, второе берешь, третье, компот там или кисели, несешь домой, дома, потом еди. И с работы пришли, поели. Это было очень удобно и очень вкусно. Огромные помещения, словно тихоокеанские лайнеры, принимали на свои борта советских тружеников. Каждая фабрика занимала этажа по два, три, а то и четыре. Там были склады, подсобки, цеха, где готовились полуфабрикаты, обеденные залами, сотнями посадочных мест. Но надолго эти фабрики не прижились. Начала вводиться карточная система. То есть, все-таки при всей семимильных шагах там советской экономики, да, продуктов не хватало. Ну, где-то вводили там талоны на предприятия. Все равно это вызывало совершенно ненужные отрицательные эмоции. У людей, которые с улицы просто прийти, как раньше не могли там поесть, потому что все продукты лимитированы строго. Нечего желать, мальчики. Ресторан закрыт на спецобслуживание. О, какая жалость. А я пригласил американского коллегу. Ну, американцы-то мы накормим. Выходом из сложившейся ситуации стало открытие ведомственных столовых. Каждое уважающее себя предприятие своим долгом считало оборудовать место, где сотрудники могли поесть в обеденное время. Хороший супец. Рыбной? Да. А ну-ка, варить добавочки. На чай субь из очереди. Столовый и баник все равны. Комплексный обед в ведомственной столовой – это классика советского общепита. Тут обязательно будет очередь, и у каждого в руках пластиковый поднос. На стойке есть выбор. Сезонные овощи, морковка, капуста, свекла – это обязательно. Возьмем морковку. Помидоры и огурцы будут только летом или осенью. Компот из сухофруктов берем. Здесь обязательно тоже будет выбор из первых. Щи. Вот сегодня есть щи, рисовый суп. Щи, пожалуйста, половинку. Котлеты, всевозможные беточки. Ну вот здесь сегодня котлета по-киевски. Возьму котлету по-киевски с пюре. Вот. Красота. Стоило всё это удовольствие примерно 50-80 копеек. Дёшево и сердито. Три солянки, три лангета. Нам пополам молочного, Афанасий Николаевич. И котлеты картофельные. Разговорчик. И компоты. 81 копейка. Кто-то скажет, что невкусно. А за вкусом в столовых тогда особо и не гнались. Главное было обеспечить горячим питанием людей, занятых на производстве. И с этой задачей руководство страны успешно справилось. Когда я приехал в Москву после Тбилиси, я же был такой избалованным мальчиком. Мама моя очень хорошо готовила. И для меня я оказался один. И вот посещал вот эти столы, у которых было, кстати, в центре много таких. Общий питом. Но, как оказалось, я человек неприхотливый. Я любил всегда тушёную капусту. Вот тушёная капуста была вдоволь. Сегодня трудно даже поверить, что это нововведение, система самообслуживания, приживалось с большим трудом. Нарком пищевой промышленности Анастас Микоян буквально заставлял большевиков взять в руки подносы. Как нам рассказывал бывший главный кулинар города Москвы Сергей Иванович Протопопов, что Микоян приглашает. Очередное совещание. Микоян рассказывает про это быстрое такое питание, самообслуживание, что каждый должен подходить с подносом, брать. А Протопопов ему говорит, у меня же старые большевики, они там еле ноги там волочат, да, куда им там с этими подносами не дойдут. А вы попробуйте, Сергей Иванович сказал ему Микоян. Попробовали и получилось. Товарищ Микоян умел убеждать. Все самые серьезные реформы в системе общественного питания СССР были связаны с его именем. А в середине 30-х Анастас Иванович поехал перенимать передовой опыт в Америку. На целый месяц и был буквально ошеломлен увиденным. Когда Микоян вернулся в Москву, он устроил самую настоящую революцию в общепите. На предприятиях появились сосисочные линии. И еще, мало кто знает, он привез в столицу 25 автоматов для производства гамбургеров. И в 37-м году в самом центре города можно спокойно было купить настоящий гамбургер. Только назывался он Московская горячая котлета. Ну, а на самом деле все то же самое. Булочка, а в середине котлета. Но рабочим это начинание как-то не особо понравилось. А еще Микояну очень приглянулось, что в Америке начинают день со стакана апельсинового сока. Но с апельсинами в Советском Союзе было не очень. И поэтому решили заменить их на помидоры. И, кстати, угадали, томатный сок стал очень популярен во всех точках общепита. В Советском Союзе разрабатывается система ГОСТов. Это государственный стандарт. Другими словами, обязательные требования к составу и качеству продукции. Что такое глутамат натрия на советской кухне даже и не знали. Никаких усилителей вкуса, синтетических жиров и прочих вредных добавок в общепитовской еде и в помине не было. Ты приходишь в ту же столовую, и если написано на ценнике, что это печень... Да, то это печень. Значит, ты знаешь, что это печень. Если написано рыба, значит, ты знаешь, что это рыба. Если написано ментай, значит, это ментай. А если написано треска, значит, это треска, а не что-нибудь другое. А вот сейчас иногда я прихожу, и написано «котлета». Первое, что мне приходит, из чего она? В Москве появляется институт питания. Тебе что на второе прописали? Кролика под белым соусом. Будешь есть? Нет. Отдашь мне? Едешь, а то и на обед только один бажон дают. Целый штат научных сотрудников высчитывает необходимое соотношение белков и углеводов. А за калорийность пищи трудящихся и вовсе разворачивается настоящая борьба. Действительно, вот с тех 500 калорий, которых были в 2018 году, шло наращивание калорийности этого рациона. И уже где-то в начале 30-х годов, я помню, в «Правде» была целая статья. 2500 калорий! Мы достигли этого! На второй отец с рисом – котлета с картошкой. Для меня тефтель с картошкой. Тефтель с рисом. Котлета с картошкой. Котлета с картошкой, тефтель с рисом. Потом поменяемся. Менять нельзя. Правда, злые языки утверждали, что советский общепит убил традиционную русскую кухню. Это, конечно, не совсем так. Да, высокая кухня ушла. Рябчиков в наших столовках не подавали. Но почти все блюда остались. Хотя и обзавелись другими названиями. Например, похлебка боярская стала называться суп картофельный. Суп горбер – просто фасолевый. Котлеты марешаль – это куриные под молочным соусом. Рецептора некоторых блюд тоже изменилась. Классический рассольник заметно подешевел. Яркая примета хрущевской оттепели – молодежные кафе. Первое кафе, оно так и называется «Молодежное», открылось в Москве на улице Горького. Еще одно популярное место появилось чуть позже. Это Лира на Большой Бронной. Здесь собирается модная и веселая публика. Попадаются даже стиляги в брюках клеш. Молодежь привлекают демократичные цены, музыка. Но главное – это, конечно, бар. Там давали коктейль, шампань, каблера. Вот это я не забуду. Рубль 49. Значит, в этом каблере было намешано все, по-моему. Все, какие спиртные напитки были, все туда. Ну и плюс шампанское – главный компонент. И он такой был вроде бы легкий такой, воздушный. Да еще со льдом, да еще с каким-нибудь лимоном, что было вообще. Да еще трубочку давали. И вот таких пять коктейлей выпьешь, и еле выползаешь из этого заведения. Но тем не менее, все это пользовалось огромным успехом. Поэт Александр Шаганов провел студенческие годы в другом кафе. Называлось оно «Север». Но располагалось тоже на улице Горького. И особым успехом там тоже пользовались коктейли. Бенедиктин, гликер, коричневатого такого цвета. Коктейли, значит, которые готовились, значит, какой-то такой вишенкой, условно говоря. Шампанское там, девяст копейки, я до сих пор помню. Фужерчик шампанского, да. В принципе, ассортимент-то был небольшой. Это просто был такой, как бы, момент общения. Четверг, рыбный день. Ну, кто его не помнит? Он был введен на самом верху. Официально его санкционировали специальным постановлением ЦК КПСС от 26 октября 1976 года. Причины? А причины было две. Дефицит мясных продуктов. Ну, а вторая, Советский Союз, именно в это время вырывается в мировые лидеры по вылову океанической рыбы. На это народ ответил бойкой-чистушкой. Серебристый хек женился. Ледяную рыбку взял. У них дочка народилась. Леня Моевочкой назвал. Леня – это Леонид Брежнев. Котлеты или беточки из мойвы, отварной хек, скумбрия, треска. Её филе в магазине стоило всего 77 копеек за килограмм. Но рыбное меню особым разнообразием не отличалось. Вообще, блюда из рыбы наши граждане не очень-то и любили. Исключение – лишь селёдка под шубой. А ментай так и вообще скармливали кошкам. Я вообще не… ну, всегда предпочту мясо рыбе. Тем более, что хорошая рыба у нас в то время, ну, если только в каких-то так особых местах. А так это был ужас какой-нибудь. Мороженная рыба. И в огромном рыбном магазине на Калининском проспекте, это теперь Новый Арбат, и села огромная реклама, которая мне вот так вот врезалась в память. Быть здоровым, сильным, смелым хочет каждый человек. И ему поможет в этом рыба, серебристый хек. Вот просто хотелось бежать и съесть этого хека невероятное количество. И ведь еле же потребление рыбы неуклонно росло. И в 80-м наши граждане уже съедали по 10 килограммов рыбы на душу населения в год. Правда, непонятно, это только чистое филе. И лишь считали рыбу всю, целиком, с хребтом, костями и головой. Какая гадость эта ваша заливная рыба. Советский человек, впрочем, как француз или англичанин, как известно, выпить не дурак. Только вот пьет он везде. Говорят, что министр культуры Екатерина Фурцева очень ратвала за открытие рюмочных. Не гоже, чтобы наши люди распивали на детских площадках, в подъездах или в сквериках. Надо культурно, вот так, чтобы крыша над головой и закуска была. А закуска в рюмочных была. Вот, пожалуйста, плавленый сырок, колбаска, килька с яичком, шпроты, ну и, конечно, соленый огурец. Такие бутерброды с шпротами. Они назывались «Три сестры». Была очень удобная вещь, потому что человек идёт с работы, но зачем, так сказать, ну вот есть трюмочная, да, прекрасно. Я зайду, выпью свои 100 грамм, и спокойно я немножечко расслабился после работы. Мне хорошо. И я довольный, иду домой, где жена меня ждёт с обедом, с борщом. Ещё одна примета советского общепита – магазины под вывеской «Кулинария». Они были чрезвычайно популярны у населения. Что в них только не продавали. Полуфабрикаты, готовые салаты, гарниры, выпечка. Можно было взять и хорошие антрикоты, весом по 125 граммов по 37 копеек. Для кого-то дороговато, но зато быстро и вкусно. Питались продуктами из кулинарии не только холостяки или командированные, но и целые семьи. И это отнюдь не считалось зазорным. Актриса Татьяна Бронзова до сих пор вспоминает вкус тех самых обедов. У меня мамочка тоже не могла готовить. Она пошла работать, а папа уже ушёл на пенсию. У них разница была 25 лет. Он ходил с утра в кулинарию, которая была рядом с нами. И он там брал и первое, и второе. Причём это было так вкусно! Так вкусно! И третье. То есть всего набирал, и он нас целый день кормил. Вот и с этой кулинарией ежедневно. Когда мама была свободна, она готовила. А так вот мы питались этой кулинарией. Полуношный полустанок, на отшибе свет кафе, табор девушек, цыганок и военный в галифе. Поэт Александр Шаганов тоже воспитанник советского общепита. Он вырос на Таганке. Пожарские котлеты из соседской кулинарии в его семье разлетались на ура. Всё моё детство, оно именно с этими пожарскими котлетами, значит, прошло, и я их просто обожаю. Я в детстве был с большой сладкоежкой. Помню, мы с папой вдвоём остались. Вот, он готовил мне эти самые котлеты. Когда папа отвернулся, когда... сахаром посыпал. Ещё одна особенность тех лет. Точки общепита, названные по основному блюду, которое там продают. Например, чебуречные, пельменные, пирожковые. В Питере большой популярностью пользовались пышечные. Кстати, в Москве они назывались пончиковые. Любопытная деталь. Стульях в таких местах не было, чтобы посетители долго не рассиживались. Желающих-то хоть отбавляй. Ешьте стоя и бегите дальше. Стакан чая быстро съесть пышку и умотаться. Нам казалось, что это вкусно. Хотя весь нарпит, который с 16 лет, кончится для меня катастрофой, потому что очень пострадал кишечник. Потому что вот это поедание на бегу, где попало, я едва не попала на операционный стол. Но меня потом вылечил хороший врач. Всё. Это результат. нарпита. Юрий Кабаладзе до сих пор помнит это место. Кафе «Крымское» в парке культуры. Именно здесь продавались котлеты по рубль сорок. Взял тогда сразу две и отравился. Сегодня уверен, их жарили на машинном масле. нет ни одного человека, который не отравился бы жестоко в советском общепите, потому что иногда подавали такие блюда, что мама родная. Взял Ромео для Джульетты в магазине две котлеты, съели оба те котлеты. Нет Ромео, нет Джульетты. Отдельная тема это злоупотребление в сфере общепита. Воровство, обвес и даже откровенные нарушения норм приготовления пищи. Всё это, конечно, было. Ну вот, например, мясо в столовую брали по одной цене, а в ведомости указывали совсем другую. Ну а вся левая выручка в карман. Сейчас принесут свежее пиво, только что завезли и воблы подадут. А воблу только что поймали. Классика жанра разбавленное пиво. Кстати, разбавить его могли по вашей же просьбе, если продавали, вот, допустим, в таком ларьке на улице в мороз. Чем разбавляли? Ну, конечно, крутым кипятком, ну, для постоянных клиентов было подогретое пиво в чайнике. Можно кружку? А вам с подогревом или без? Ну, конечно, с подогревом. Ага. О! О! То, что надо. Сценарист Александр Бородянский особой страстью к пиву воспылал во время работы над фильмом «Афоня». Очень скоро у него появилась и любимая пивная точка. Пив-бар у метро спортивный. Большой пив-бар такой был, очень камер-культурный. Давай. Я не могу. Чего так? Аллергия. Чего? Болезнь такая. Кожа зудит. Официант подходит, и пиво, я говорю, кувшин, только меня не разбавляйте, я двойную цену заплачу. Он как начал, да вы что, да вы нас как же оскорбляете. И ушел. Через две минуты пьет графин, говорит, как заказывать. Вам было лучше в цирке работать, там фокусники выступают, и звеноводу делают, а из воды вина. Говорят, что вместо коньяка приносили водку, подкрашенную чайным раствором. Сметану стабильно разбавляли кефиром. Да и вообще были десятки других весьма хитроумных способов обмануть доверчивых потребителей. Впрочем, в Советском Союзе все-таки было место, где царил идеальный порядок и не наблюдалось никаких нарушений процесса приготовления обедов и ужинов. Святая святых, кремлевская кухня. Здесь готовились блюда для первых лиц государства. У каждого, конечно, были собственные пристрастия. Объединяло одно. Мужчины все были знатными мясоедами. Горбачев, например, больше всего любил баранину. Брежнев сам был заядлым охотником и после удачной охоты любил зажарить и отведать кабанчика. Высаживайтесь, товарищи, высаживайтесь. Но, пожалуй, самым большим любителем со вкусом поесть был Сталин. Он, например, обожал пельмени из нескольких сортов мяса. Но почему-то в историю вошли те самые сталинские суточные щи. Вы спросите, почему суточные? Потому что готовились долго, чтобы квашеная капуста отдала сок, стала помягче. Щи замораживали. Ну, а потом, когда это было нужно, щи размораживали, разогревали на плите и разливали по тарелкам. Столы он накрывал хорошие и любил, чтобы столы были всегда. Это была русская кухня и не только гречневая каша. Там было все, начиная от всей рыбы, и лососина, и семга, икра черная, и красная. Это были все грузинские нарезки, копчености, бастурма и все что угодно. Мяса было очень много. Так же была и дичь. Для высоких гостей, лидеров зарубежных стран устраивали приемы в грановитой палате. Кухня всегда русская, размах царский. Первым делом выплывали подносы с рыбой. Осет, семга, лососина, ну и конечно икра. Кремлевский повар Анатолий Галкин вспоминает, что особенно была впечатлена этим великолепием Маргарет Тэтчер. Маргарет Тэтчер, я потом встречался очень часто и очень много времени. Она все время говорила, что после визита в Россию я хоть месяц сижу на диете. Она была так, следила за собой, как и Раиса Максимовна. Она тоже всегда говорила, что говорит, ты думаешь не хочется мне, говорит, сало, говорит, с яичницей, говорит, но нельзя. Простые советские люди на диетах не сидели. Да и зачем? Начиная с середины 80-х продуктов в магазинах и так было не достать. Накануне праздников у кулинарей выстраиваются километровые очереди. Надо успеть схватить любимый тортик, чтобы порадовать семью. Хит продаж, но это, конечно, торт птичье молоко. Чуть ли не по записи, это было сродни покупке гарнитуры мебельного какого-нибудь, да, вот, и до сих пор, кстати, вот традиция, вот, черемушки, там, четвертая линия, у меня товарищ, вот, он большой специалист в этом птичьем молоке, он говорит, вот именно четвертая линия на черемушском комбинате хлебном, вот, она прям в то же самое качество, которое было из тех лет. Ваш чай и десерт. Какой десерт? Я ничего не заказывал. Не беспокойтесь, все это в счет не входит, просто маленький презент от нашего повара. Вы думаете, торт в форме головы главного героя в фильме «Город Зеро» безумная фантазия сценариста? Вовсе нет. Для советских кондитеров не было ничего невозможного. В городе Зеро почти ничего не придумано, все в жизни было. А торт это рассказал в Ахтанке Кабинзе, мне, когда он выступал где-то. Ему потом в дирекции ему сделали подарок торт в виде его головы и преподнесли. Но сидели, он с юмором, и он говорит, давайте стали резать, отламывать это и чай пить там. Это он рассказал его истории. Шли годы, на горизонте уже маячили крупные перемены. Развал СССР, суверенитет бывших союзных республик. В конце 80-х поэт Александр Шаганов зашел в кафе на Белорусском вокзале. Именно здесь и родились строчки, которые стали прощальным приветом уходящей эпохи. Глеб Жеглов и Володя Шарапов за столом засиделись не зря, потому что, значит, вот как вот эстетика Глеба Жеглова, значит, его послевоенных этих лет. Потому что в этом кафе, наверное, эта вся история застыла, вот какой-то такой очень бодяжный кофе был нам предложен, как какое-то яйцо под майонезом, значит, там вот в это время поздний суток, и мы так вот довязь, значит, да, вот так вот поужинали. Глеб Жеглов и Володя Шарапов за столом засиделись не зря, Глеб Жеглов и Володя Шарапов ловят банду и глобаря. На смену простому советскому общепиту пришли кооперативные рестораны, а потом и вовсе наступило невиданное изобилие. Появились и азиатская, и европейская кухни, и ресторанные сети, и фастфуд, и сегодня можно отобедать как душе угодно, и за дорого, и за дешево, но странное дело, тогда в советское время вкус продуктов был другой, кажется, они были и вкуснее, и здоровее. Ностальгии, скажете? Ну, в какой-то степени да, но с другой стороны, тогда-то котлеты и колбаса делались из мяса.